Я лично не советовал бы это, там меня обманули на деньги, баксов на 700, все что вы там написали, все это у вас и будет спрашивать. Вы идете на интервью, вы полностью готовы к нему и никаких проблем у вас не будет. Можете сами разобраться за полчаса и никому не платить и сделать это лучше. Но никто вам не может дать 100% гарантию получения визы, даже если у вас все это прокатит и все будет хорошо, рано или поздно это может где-то выскочить и вылезти боком. Не понравилась сумма, не понравилась вот эта его история, что они там все сделают, туда-сюда, то до конца, даже до того момента, когда вы заплатите деньги, вы не будете подозревать, что это был какой-то обман. И понятное дело, что преподнесут все так, что вам даже самому захочется в это поверить, да? То есть просто вы идете на собеседование, получаете визу, выходите и платите этому человеку за то, что вы получили визу. Друзья, всем привет, с вами Макс и вы находитесь на канале Keep Going. И сегодня мы с вами поговорим о визах в США, мы поговорим об агентствах, которые помогают оформлять визы, поговорим о том, каким агентствам можно доверять, каким лучше не доверять и о том, какие существуют обманы с визами. Я расскажу об одном прям вообще гениальном обмане, который существует и в принципе очень он популярен. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра и погнали! Также, друзья, перед началом видео я хочу спросить вас, интересно ли вам история о том, как я получил визу в США. Потому что дали мне ее с четвертого раза, у меня было три отказа. И если вы не знаете мою историю и вам интересно ее услышать и узнать, как сложно было мне получить визу, если это так, если вам это интересно, напишите об этом в комментариях, я обязательно сниму об этом видео. Ну а если вы уже подписаны на канал и давно слышали и знаете эту историю, тогда окей. Я сейчас гуляю в даунтауне, в принципе здесь прикольно, я никогда пешком здесь прям не ходил, всегда ездил на машине, но думаю пройдусь, покажу вам виды и как раз поговорю с вами о визах в США. Сейчас дорогу пытаюсь перейти, надо обязательно нажать на эту штуку, потому что так не включится светофор. В общем, смотрите, вот такой вот вид, он даунтаун. Мы сейчас идем туда вниз, там какое-то, не знаю, какое-то здание прикольное стоит. В общем, я иду вниз и по ходу того, как я буду идти, буду говорить с вами о визах. Ну и самое первое, то что я хочу поговорить, это о том, вообще можно ли доверять агентствам, которые занимаются оформлением виз США, как их проверить на то, что им можно доверять. В общем, я считаю, что в принципе, да, можно доверять агентствам, но я лично не советовал бы этого, потому что у меня был плохой опыт, два раза я обращался в разные агентства. Один раз в агентство, второй раз просто каким-то людям, которые как бы занимались визами и всем прочим, ну там меня обманули на деньги, причем, наверное, я не помню, баксов на 700 или на 600. И визу я так и не получил, то есть они оказались обманщиками. А в агентство, в которое я обращался, да, оно вроде туристическое агентство, которое все этим занимается, но тоже они мне никак не помогли и чудо они не сделали никакого. Но еще помимо того, когда вы обращаетесь в агентство, вы очень плохо разбираетесь в том, что вообще, что они делают, да, и вы даже не видели свою форму D-160. То есть вот эта форма D-160, это как бы основная форма, с которой вы идете в посольство и в посольстве уже на интервью вас спрашивают конкретно по этой форме. Все, что вы там написали, все это у вас и будет спрашивать. И когда вы заполняете самостоятельно, вы точно знаете, что вы там написали, какие там вопросы были, да, тогда вы уже разбираетесь и вам проще он будет на интервью, потому что вы точно никак не забудете того, что там было написано. Потому что когда за вас это все делают, то вы будете как, знаете, корову на льду, вы будете путаться, не будете уверены в том, что там вообще было, какая ваша информация была добавлена в эту анкету. И получается, что? Когда вы заполнили все самостоятельно, своей рукой, разобрались в этой фу-анкете, все прочитали, всю информацию свою вспомнили, записали, это все. Вы идете на интервью, вы полностью готовы к нему и никаких проблем у вас не будет. Но когда эту анкету за вас заполняет кто-то другой, какой-то посторонний человек, уже теряется часть информации, да, и вы будете уже как слепой котенок. Дальше в агентстве еще зависит то, что платите ли вы предоплату в агентстве, да, за оформление всего, либо вы платите только после получения визы. Это тоже немножко влияет, потому что если вы просто платите за услугу заполнения там анкеты, то как бы человеку пофиг, да, он как угодно может ее заполнить, лишь бы вы заплатили. Как бы это бессмысленная услуга, да, вы можете сами разобраться за полчаса со всем этим, как это все происходит, и никому не платить, и сделать это лучше самостоятельно. Также бывают нормальные, в принципе, агентства, которые можно верить, которые очень долго работают, имеют базу отзывов хорошие, да, и имеют там фотографии или контакты людей, которые через них получали визы там, и которые занимаются всеми видами виз, то есть и студенческими, и туристическими, то, в принципе, в такое агентство еще, возможно, имеет смысл пойти с ними, хотя бы как минимум пообщаться, либо взять информацию, либо уже действительно заплатить и податься через них. Но есть такие агентства, в которые вы приходите, и вам говорят, мы даем вам гарантию стопроцентную, что вы получите визу, то знаете, что если такое вам говорят, то это стопроцентный обман, потому что, ну, никто вам не может дать стопроцентную гарантию получения визу, абсолютно никто. Даже если вот выйдет в посольство консул американский, и он вам скажет, что он сделает так, что вы стопроцентно получите визу, то даже я в это не поверю. Поэтому тут очень много факторов, от которых зависит получение визы, и вы не знаете, к какому офицеру вы попадете, не знаете, какое у него будет настроение, понравитесь вы ему, не понравитесь, то есть факторов реально много. Если, к примеру, перед выходом на работу этого консула бросила жена и сказала, что я хочу развестись, то какой бы идеальный кейс документа у вас не был, как бы вы там хорошо себя не зарекомендовали, он просто вам может отказать, потому что, ну, у него фиговое настроение. Вот такие дела. Поэтому, да, гарантии вам никто не может дать. Если кто-либо вам дает гарантию, то это уже мошенники. Единственное, что вам может дать агентство, это сказать то, что мы можем вам помочь увеличить ваши шансы на получение визы. На получение визы, то есть увеличить шансы, да, они вам скажут, как лучше там заполнить, как лучше что сделать, что вам нужно для того, чтобы вы в глазах консула выглядели лучше и выглядели как настоящий турист. То есть это да, в такое я поверю, но если вам скажут, что 100% вы получите визу, это 100% развод. Поэтому в такое агентство я точно ишел бы. И есть еще агентства, которые как бы занимаются всякими плохими делишками, то есть там берут непонятные справки, непонятные бумажки, вот тоже это разводняк. И тоже я не советовал бы такое, потому что даже если у вас все это прокатит и все будет хорошо, рано или поздно это может где-то выскочить и вылезти боком. Таких агентств в принципе много, ну типа агентств, да, и там возможно просто какие-то люди, которые занимаются подобным там за определенное количество денег. Но вот я когда-то в своем городе приходил в такое агентство, честно, мне не понравилось даже визуально было там неприятно находиться. Человек, с которым я общался, какой-то он дерганный, резкий тоже. Сразу же говорит типа 2,5 тысячи долларов и типа мы все сделаем, ты там 100% получишь визу. И короче мне все не понравилось из услышанного, не понравилась сумма, не понравилась вот эта его история, что они там все сделают туда-сюда. И я ушел с того агентства и через пару месяцев я узнал, что короче это агентство накрыло полиции, его полностью закрыли и там чувака-то его судят, который этим занимался. То есть вот такие приколы, да. Поэтому к таким людям тоже лучше вообще не обращаться и обходить их стороной. Ну это в принципе все понятная информация, да, но это понятно для тех, кто интересовался визами. Если вы, к примеру, ни разу не интересовались, да, то вот сейчас вы услышали хоть какое-то мнение о том, кому лучше обращаться, кому не обращаться. И сейчас хочу вам рассказать об одном виде мошенничества, которое существует в мире оформления американских виз. И очень, кстати, грамотный такой обман. Он настолько грамотен, что вы до конца, но если вы не знаете, как это работает, то до конца, даже до того момента, когда вы заплатите деньги, вы не будете подозревать, что это был какой-то обман. У вас не прямо уж кидают на деньги, то есть вы можете действительно остаться довольным этой услугой и просто за нее заплатить. А можете остаться недовольным, но вы никому ничего не заплатите. Вот сейчас я расскажу, как это происходит. Так, и получается, в чем же сам обман? Вот вы находите какого-то человека или какую-то организацию, которая вам говорит, что они сделают так, что вы 100% получаете визу. То есть изначально, да, это уже может означать как обман, но на самом деле они вам могут предпринести эту информацию вообще в любом ключе. Но суть в том, что они должны вас убедить, что вот они вам 100% помогут и они это самый лучший вариант, к кому вы можете обратиться. То есть как они будут вас убеждать, это уже лично их дело. То есть каждый будет по-разному рассказывать вам свои возможности. Но самое чаще это просто не говорят, что у них там в консульстве свой человек, к примеру, и он сделает так, что вы попадете именно к нему, что вы 100% получите визу. В общем, ну, наплетут вам кучу непонятной информации, да, о которой вы как бы должны были поверить. И понятное дело, что преподнесут все так, что вам даже самому захочется в это поверить, да. К примеру, вы хотите получить визу, не можете это сделать, либо не знаете как, и тут находите человека, который говорит, что он вам поможет. И даже понимая, что, возможно, это какой-то обман, но желая получить визу, вы все-таки к нему пойдете и обратитесь, да. Ну и что он вам говорит, что вы даете свои данные, он заполняет там анкету, все делает за вас, да, к примеру. Либо даже вы сами заполняете анкету. Да, но на самом деле это все не важно, важно только то, что он вам говорит, что вы платить будете после получения визы. То есть это как бы хорошо для вас, потому что вас 100% не обманут, потому что платить вы будете после получения визы. Что это значит, что вы идете в посольство, вы проходите интервью, вы получаете визу, выходите с посольства, и только после этого вы уже платите этому человеку, который будет стоять на входе. И, в принципе, такие условия очень хорошие, да. То есть вы, за вас договорятся в посольстве, вы пойдете на интервью, получите визу, выйдете, просто заплатите человеку за его как бы услугу, да. Все довольны, и он доволен, и вы довольны, потому что вас никто не обманывает, вы получаете визу, да. Но в чем же суть этого обмана, да. Суть в том, что на самом деле у них нет никакого человека в посольстве. То есть, понятное дело, что нет. То есть, просто вы идете на собеседование, получаете визу, выходите и платите этому человеку за то, что вы получили визу. То есть, на самом деле он ничего не сделал. Максимум он просто заполнил вашу анкету, то, что вы могли сделать и сами. И получается, что обман, прям уж не такой уж сильный обман, да. Человек выходит с визой, а как получается, что приблизительно 50% получает визы, да. И вот если 20 человек зайдет, то 10 из них, например, получит визу. И 10 человек ему заплатят там по 800 или по 1000 долларов, или по любой другой сумме, которую он скажет. Поэтому, в принципе, он вообще зарабатывает на ровном месте, вообще ничего не делая. Что же будет, если, например, вы заходите в посольство, проходите интервью, не получаете визу, вы выходите, злые, говорите ему, что за фигня, типа я не получил визу, а он говорит, ой, извините, вы, наверное, что-то пошло не так, вы попали не тому консулу, там. Ну, короче, придумай, что сказать. Ну, с вас деньги никто требовать не будет. То есть, вы просто не получили визу, ушли, как бы, расстроены, да. Ему, в принципе, все равно, потому что следующий человек после вас получит визу, и он получит свои деньги. Поэтому, друзья, вот такой существует обман, и я просто хотел бы вам об этом рассказать, чтобы вы не велись на такие подобные всякие разводники. Действительно, что бы я советовал, например, если вы хотите получить визу, то это обратиться к знающему человеку за информацией, да, по большей степени. То есть, собрать информацию, понять, что и как лучше делать, чтобы увеличить свои шансы на получение визы. И я бы не спешил с этим. То есть, если, например, там вы сегодня обратитесь к кому-то, и кто-то вам что-то расскажет, то не будет такого, что завтра вы уже пойдете за визой, и вы ее получите. Обычно после услышанной информации вы начинаете строить план, как лучше вам планировать там свои ближайшие, например, полгода или целый год, для того, чтобы сделать так, чтобы потом точно получить визу. Конечно, и тут тоже никто гарантий не даст, даже если вы сделаете все идеально, не значит, что вы ее получите, да, но шансы будут намного выше. Потому что бывает вообще из ряда волн выходящие случаи, когда у человека идеальная история, у него свой бизнес, там деньги, яхты, путешествий много, да, он приходит, ему отказывают визы, да. Потом приходит какой-то студент, без денег, без работы, без путешествий, никаких, пустой паспорт, и ему дают визу. Я просто знаю лично одного такого человека, это моя знакомая из моего города, и ей дали американскую визу в чистый паспорт. Нет, у нее вообще ничего не было, ее выгнали с университета, у нее был чистый паспорт, который она только сделала, у нее не было ни денег для подтверждения на счету, вообще ничего не было. У нее просто парень уехал в Америку под Живан, остался здесь, и он ей написал, давай получай визу и приезжай сюда. И она пошла с чистым паспортом в посольство, и получила визу. Вот вот эта история меня лично вдохновила, я потом сразу же пошел в то же посольство, и мне отказали. Один раз, потом второй раз, потом третий раз. В общем, да, я понял, что ее случай это был просто исключение из правил. Я потом, когда приходил в разное агентство, рассказывал о ее истории, мне ей просто не верили. Никто не верил, что типа, ну, это не может быть такого, что типа дали визу ей. Но я ее лично знаю, поэтому говорю, что все бывает, но это исключение, вот действительно. Не думайте, что если у нее так получилось, то, например, и у вас получится, потому что это нужно, наверное, быть очень-очень везучим. И лучше сразу готовиться, да, и идти уже более уверенным в посольство, чем идти просто так испытывать удачу. Тем более, каждый раз, когда вы идете в посольство, вы платите 160 долларов за консульский сбор, ну, и, в принципе, вы их просто теряете. Да, поэтому, друзья, вот такой получился ролик. Я надеюсь, он вам был полезен. Если так, пожалуйста, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. А также напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть видео, в котором я расскажу свою историю, как мне отказывали в визе, да, и как я все-таки ее получил. Если вы все же это хотите услышать, пожалуйста, напишите об этом в комментарии, и я обязательно сниму этот ролик в следующем. Ну, а на данный момент, друзья, всем спасибо за просмотр этого видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. С вами был Макс, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok